Продолжение следует... 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 Расскажем, что поменялось на рынке, что появилось очень много мобильных клиентов и что нужно стремиться их использовать. Немножко поговорим про скорость управления контентом, то есть что создание контента – это очень важная часть вашего интернет-магазина или вашего сайта, и нужно его как можно быстрее создавать. Поговорим про защиту от ДДОСа, нашу виртуальную машину, ну и тому подобное. Да, и Света нам расскажет, Светлана Русова расскажет нам про то, как привлекать новые контакты, удерживать старые и не ночевать на работе, а ночевать дома. Это неправильно, работать надо много. В теплой кроватке. Так, ну, дойдем до этого еще. Ну что же, коллеги, начинаем. Интернет-рынок меняется традиционно, да, наше отбивочное вступление. Как вы помните, проводилось такое исследование по аудитории российского интернета. И мы сейчас смотрим, что, в общем-то, 66% населения, нашего российского населения, уже подключено к интернету. То есть, всех, кого можно, мы уже и не можно. Всю сознательную и бессознательную часть аудитории, мы уже, в общем-то, подключились. А прирост идет сейчас очень медленно, очень мало, буквально, как мы видим на слайде, 5% в год. То есть, аудитория не растет. Аудитория практически не растет. Да, за счет кого теперь у нас происходит прирост? За счет малых регионов, опять-таки, вот на слайде, если мы сейчас, я мышечкой повожу, то прирост происходит за счет маленьких регионов с численностью от нуля до 100 тысяч человек. И то этот рост идет за счет госпрограмм, где интернет в селах и так далее. То есть, если бы не было этих госпрограмм, роста бы не было бы вообще. То есть, Москву окучивать и с Питером уже бесполезно. Там практически уже и так все есть. Дальше мы смотрим, какая возрастная категория к нам сейчас подключается. Юра, какая? Ну, судя по слайду, опять-таки, это... 12-24 года уже в интернете не успели вылезти, так сказать. Самые прогрессивные уже с нами, покупатели. 25-34 тоже фактически в интернете, да и до 44 уже тоже все в интернете. Осталась такая советская часть, которая вот такие вот... Ну, даже такая аудитория неплохо стала подключаться. Даже моя мама, которая никогда не пользовалась компьютером, старенькая, она, в принципе, пользуется сейчас планшетом и даже ходит в интернете, играет даже в шашки по сети. Слушай, а она покупает что-нибудь? Нет, она ничего не покупает, она вот пока только играет в турнирах. Ну, извини меня, это не целевая аудитория. Это не целевая аудитория. О чем мы сейчас говорим? Коллеги, вы видите, да, прирост за счет кого сейчас у нас обеспечивается? Идем дальше. Что у нас дальше по слайдам? Ну, следующий слайд мы отображаем, с каких устройств сейчас... Опа, опа, опа. Перелеснули, извиняемся. С каких устройств сейчас в основном выходят в интернет? Ну, опять-таки, по слайдам мы видим, что до сих пор у нас выходят из ноутбуков, как это всегда и было, да, но вот здесь что-то плохо я понимаю. Здесь показано то, что с ноутбуков 67% рынка, с мобильных платформ уже фактически тоже 60% догоняем, даже не 60%, а уже 67%. То есть мы догнали фактически компьютеры. А если еще взять телевизоры, это новый сегмент, который начал появляться, это телевизоры с доступом к интернету, то сегмент персональных компьютеров уже перегнали, и, соответственно, развитие идет в сегменте больше мобильном, что видно вот на этом слайде. Вообще, больше я бы хотел бы отметить вот такую тему, как телевизоры, да, коллеги? Обратите внимание, какой офигенный рост. Плюс 41% только лишь за счет телевизоров. Телевизоров. К тому же, как вы помните, недавно Apple представила очередную революционную свою разработку, новинку Apple TV, которая уже действительно раньше была, но что они там представили? Ну, они добавили то, что теперь можно будет использовать магазин на диване, то есть они увидели, что аудитория растет, аудитория интересна, самый большой рост фактически в интернете, они пытаются эту аудиторию подмять. Тем самым поддержка магазинов будет прямо на диване. То есть что это значит, коллеги? Что те вот наши то-советское поколение 55+, да, Юра? Которые смотрят на телевизоры. Ваша мама, она все-таки будет у нас что? Активным участником интернета, она будет покупать. А наша задача что? Привлечь таких. Точно. Привлечь такую аудиторию. Подытожим. Да. Что мы хотели сказать этими слайдами? Большая часть населения уже в интернете, рост аудитории не планируется. Нужно работать с той аудиторией, которая уже присутствует, либо отбирать аудиторию у ваших конкурентов. Мобильные устройства все более становятся популярными. Фактически, я думаю, в следующем году или через год они перегонят десктопные устройства, и большинство аудиторий будет в интернет выходить с мобильных устройств, потому что телефоны есть у всех. И на этих слайдах был еще один интересный показательный момент, что и устройств много у людей. То есть, если там посчитать проценты, получалось как бы больше 100% выходит с разных устройств людей. То есть, у него есть планшет, у него есть мобильный телефон, у него есть десктоп и так далее. Телевизор есть обязательно почти у всех. А я думаю, что даже будет скоро портативный карманный телевизор, кстати говоря. Ну, телевизор смотреть, наверное, портативно не очень хорошо. Но из поисковой системы становится все более требовательной к качеству сайта, к версии сайта. То есть, они считают, что версия сайта должна быть обязательно адаптирована для просмотра на всяких устройствах, на различных устройствах, а особенно на мобильных. Но об этом мы расскажем еще чуть позже. Коллеги, я совсем забыл сказать, что у нас... Вы можете во время нашего вебинара задавать любые вопросы нам, мне и Юре, либо отдельно Свете Русовой. Мы потом на них будем отвечать, останавливаться, обсуждать. Юрий правильно переключился на следующий слайд. Называется он «Конверсия». Что это за показатель? Когда мы привлекаем новых наших покупателей, что-то делаем с нашим сайтом, мы должны как-то оценить его эффективность. Как продаем-то? Как работаем? Хорошо ли продаем? Нужно ли нам продавать дальше? В этом нам помогает... Что такое вот эта твоя конверсия, которую ты написал? В этом нам поможет совершенно верно показатель конверсия. Мы опять-таки уже несколько раз говорили, что есть красивое техническое грамотное определение, что такое конверсия, но самый лучший вариант понять, что такое конверсия, это сейчас посмотреть на наш слайд. Итак, у нас есть аудитория, тысяча человек, тысяча посетителей. Как мы сказали, аудитория не вырастет. Совершенно верно. Это наша мама, папа и так далее. И эта аудитория через телевизор, не сходя с дивана, сделала 10 заказов. Итого мы имеем конверсию 1%. По-моему, все очень понятно. С 1000 человек, 10 человек, 1% конверсия. Представьте, с этой же аудиторией мы попытаемся выжать немножко больше и получить 3% конверсии, соответственно, выполнить 30 заказов. Тем самым с этой же аудиторией мы сможем заработать на этом же магазине больше денег, и что очень хорошо. Ну, конечно. Ну, конечно. Вот следующий тезис, что мы должны, в общем-то, измерять. Измерять не то, что говорить словами, эмоционально, хорошо, плохо, нравится, не нравится, а измерять 100, 200, 50. Только тогда, если у нас есть какие-то реальные цифры, именно эти показатели мы и можем улучшить. Мы будем понимать, что магазин либо работает хорошо, либо работает плохо. Улучшить можно только то, что можно измерить. Поэтому давайте будем измерять. Как это у нас делается? В 1С Битрикс есть специальный раздел для маркетологов. Появился не так давно. Появился не так давно, да. Он, третья иконочка, вот как можно видеть на экране, третья иконочка сверху. Там собраны все инструменты, которые позволят вам улучшать конверсию, делать больше продаж и так далее. И в этом разделе есть раздел пульс конверсии, который как раз-таки дает возможность посмотреть. Он в автоматическом режиме работает, вам ничего для этого делать не надо. Он вам показывает конверсию в периоде. То есть вы можете в процентном соотношении посмотреть, как работает ваш магазин. На моем слайде видно, что 2,4% конверсии у данного магазина, на котором мы находимся. Это хорошо ли? И система считает, что это отлично. То есть конверсия обычно по данным Гугла, они проводили огромное исследование, конверсия оплаченных заказов не может превышать 4,5%. Физически невозможно сделать больше 4,5%. Но это имеется в виду конверсия в оплаченных заказах. То есть заказ полностью оплачен, отгружен, клиент доволен, нет возврата и так далее. Это чистая конверсия. То есть может быть и больше? Может быть больше, но тогда туда будут подмешиваться какие-то показатели второстепенные. Мы показываем, как я уже сказал, конверсию в периоде. Можно установить период, за который посмотреть конверсию. Можно посмотреть итоговую конверсию. Вот как видно на этом слайде, мы видим, что было оплачено заказов на 6 миллионов рублей, 1860 заказов и конверсия 2,4. Можно посмотреть конверсию по каким-то конкретным срезам. То есть вот здесь на экране видно по срезу рассылки, по SEO, по рекламе и так далее. То есть мы видим, что сколько заказов пришло по конкретным показателям. Мы видим, сколько дал этот показатель, привнес в нашу общую конверсию. Соответственно, наращивая какие-то показатели, мы сможем увеличивать эту конверсию. Мы видим, что рассылка дает неплохой процент конверсии, а SEO дает совсем плохой процент конверсии. Как и в принципе по рынку и видно, что SEO как таковое очень сильно умирает. Его давят постоянно. А рассылочки неплохо работают, привлекли 40 заказов оплаченных, 1,39%. Соответственно, если вы будете заниматься хорошо рассылочками, вы сможете хорошо работать. Слушай, а на твой взгляд, почему SEO давят? Что это же как инструмент продвижения был очень хороший, эффективный? Он эффективный, но... А как вообще вывести свой сайт теперь? Правильными белыми методами. То есть делая хорошие статьи, привлекая аудиторию, которая на сайте. Сейчас очень сильно показательно, например, влияет нахождение на странице. То есть чем больше клиент находится на странице, тем глубже он походит про вашему сайту. То есть он не зашел на страницу, 3 секунды побыл и убежал. А именно зашел на страницу, на ней там побыл 30-40 секунд, прочитал статью, там 60 секунд, перешел куда-то по внутренним ссылкам. Соответственно, если будет качественный материал, если сайт дает ответ на те вопросы, которые клиент задает, на этом сайте будет всегда аудитория и он будет хорошо аранжироваться. То есть по сути это такое же SEO, но белое, человечное, такое более грамотное. Если раньше SEO было просто нагнать кучу ссылок на какие-то конкретные страницы, чтобы туда пошел трафик, то сейчас все меньше и меньше такое срабатывает. Хотя до сих пор работает и еще можно это делать. Итак, подытожим. Пульс конверсия. Это определенный раздел, который показывает конверсию как в динамике, причем в реальном режиме времени. То есть ближайший заказ, как только попадает в систему, сразу отображается на графиках. Конверсия сайта может вестись по каналам, она может вестись по источникам. У меня на X-скриншотах не было показано, но вы можете смотреть по типам устройств, как пришла конверсия. Ну и конверсию можно задавать за какой-то конкретный период. Вы можете посмотреть ее за 10 дней, 15, 20, за неделю, за месяц и так далее. То есть подведем итог. Наш пульс конверсии поможет вам оценить эффективность вашего магазина и в высокий сезон, и в низкий. И вообще понять, есть ли у вас такое понятие высокий-низкий сезон. Потому что очень многие, начиная бизнес, не понимают, когда у них пики получаются. Совершенно верно. Стоит ли вообще предпринимать какие-то действия, покупать дорогие хостинги и так далее для высоких сезонов. То есть мы помогаем это оценить. Теперь давайте поговорим о облачных сервисах, которые вообще помогут выдержать нагрузку, которая бывает в сезон. Сезоны всем как бы известны. Это обычно Новый год, это какие-то праздники. В данный момент сейчас Хэллоуин начинается на днях. Да. Насколько я понимаю. То есть Хэллоуин, 8 марта или еще какие-то праздники, которые для вашей конкретной страны или для вашего конкретного города. День России, опять же. Хорошо, День России. То есть в эти дни обычно прирост людей на ваш сайт достаточно высокий. Что в продукте поможет вам выдержать эту нагрузку? Один из таких сервисов, который поможет выдержать нагрузку и вообще быстро отработать сайту, это наш облачный сервис скорость сайта. Он позволяет проанализировать, вернее не помочь выдержать, а помочь проанализировать нагрузку на сайт. Он показывает вам, какая скорость сайта именно глазами ваших посетителей. То есть это не утрированная скорость сайта, когда вы делаете пинг на какой-то хостинг от вас и все как бы хорошо. Это от вашей реальной аудитории. Вы сразу можете видеть, что сайт хорошо работает или плохо. Так, слайдика нету здесь, очень жалко. Ну, давайте, наверное, вживую посмотрим. Здесь, потому что градус неплохо видно. Что это такое? Сейчас я подключусь к сайтам. Слушай, вживую это даже еще и хорошо, а то у нас сплошные слайды. Мы сейчас прям покажем, как это выглядит. Давайте вот посмотрим на живом рабочем проекте, насколько аудитория данного проекта считает этот сайт быстрым или медленным. Слушай, вот пока ты входишь, здесь у нас есть вопрос, будет ли запись вебинара. Данил, да, запись вебинара мы ведем, как и сказали в начале, аж с двух компьютеров. Мы позже вам пришлем материал вебинара и ссылку на просмотр записи. Либо сегодня вечером, либо, возможно, уже, скорее всего, даже в понедельник. А может, даже и в субботу, если девочки у нас захотят это сделать. Переходим в раздел производительности, выбираем скорость сайта. Не будем так делать. То есть, вот вы видите, что данный сайт, на котором мы находимся, его средняя скорость от его посетителей 0,71 секунда. Нехорошо, немножко панельку закрыл, давайте решнем. Все, 0,71 секунда, и система его оценивает как быстрый. Тем самым мы видим, что сайту хорошо, он хорошо живет. Вот мы делаем сравнение для тысячи последних человек, которые входили на сайт. Мы видим, что на сайте работает композит, о нем мы поговорим чуть позже, и 72% хитов являются композитными. Здесь показана производительность вашего хостинга. В данном случае она у меня такая усредненная, в принципе, и не быстрая, и не медленная. Хостинг достаточно простенький. Ну, и мы видим, по каким показателям можно делать улучшение. То есть, можно включить все показатели, которые отображаются. У меня самое плохое по показателям, это вот эта синяя область. Это JavaScript, который достаточно не очень хорошо у меня на сайте отрабатывает. Но даже с этим JavaScript, мы, в принципе, мой сайт оценен системой как быстрый. Что, в принципе, неплохо. А слушай, я не знаю, будем ли вы сегодня рассказывать про шаблоны и так далее. По-моему, не планировали, да? Чуть-чуть расскажем. Чуть-чуть. Ну, хорошо, тогда вопрос я отвожу на потом. Игорь, я ваш вопрос вижу, мы его обязательно ответим. Итак, что же такое все-таки технология композитного сайта? Она дает прирост скорости отображения сайта, ускоряет отображение. Это уникальная технология, которая, в принципе, может ускорить ваш сайт в 100 раз. Это, конечно, максимальный показатель, но она дает возможность сайтам на Bitrex быть очень быстрыми. А это очень важно. Вы, если помните, у меня показатель 0,71. Вообще, по неофициальным данным, например, Google, показатель больше 1,2 секунды открытия страницы, 1,2 секунды, считается уже очень плохим, и сайт начинает плохо ранжироваться. Для Яндекса этот показатель чуть ниже. Они не говорят конкретно его, но говорят, что он ниже 1 секунды. И мы, сравнивая данные по сайтам с Bitrex, видим, что 70% сайтов на Bitrex, в принципе, работают быстро и очень быстро по данному показателю, что очень хорошо. Какие еще облачные сервисы дают возможность помогать вам анализировать, как работает ваша система и давать возможность работать лучше? Один из таких сервисов – это инспектор сайта. Это такой незаметный сервис, о котором все забывают, который забывают включить, а он работает в автоматическом режиме. Что же он делает? О котором забыли даже почти уже и мы. Я даже не помню, в какой версии мы его выпустили. В 4-й его выпустили. А, в 14-й, совершенно верно. Я тут написал, чтобы ты не забыл. Чтобы я специально не забыл. Рано как раз обсуждать. Что делает этот сервис? Он работает автоматически после установки продукта. Он раз в 5 минут чекает с двух точек ваш сервер, что он не упал и он отвечает адекватно. Он раз в день проверяет срок действия вашего домена. То есть это самая большая беда – забыть, что вы оплатили или не оплатили домен. И получается так, что клиенты потом сообщают вам, что ваш сайт не работает, а не работает по причине той, что вы забыли оплатить домен, который нужно оплачивать, грубо говоря, каждый год. Он проверяет SL-сертификат. Если вы используете на сайте, это стала популярной необходимость уже использовать SL-сертификат. Ну и раз в день он проверяет срок действия ключа Bittrex и напоминает вам, что вы должны обновиться. Это очень важно, потому что первый месяц после завершения работы ключа вы можете обновиться с огромной скидкой. Соответственно, это выгодно для вас. Если вы пропустите этот срок, обновление будет достаточно дорогим. Какие плюсы делает этот сервис? Вот это все может приходить как на e-mail. Это уведомление, если вы проставите в настройках системы e-mail, вы увидите, что ваш сайт работает или не работает. Вы увидите, что вам нужно оплатить домен и так далее. Еще интересную особенность, которую он делает, он – гроза фактических хостингов. Он вам показывает, что ваш хостинг не очень хороший. Когда ваш сайт простаивает, мы видим внутри системы, на какую сумму делаются у вас продажи. И говорим вам в деньгах, сколько вы потеряли на хостинге. Если у вас подключено мобильное приложение, вот как раз на последнем скриншоте мобильного приложения видно, что хостинг 14900 убытка вам принес в месяц фактически в текущем. Слушай, а они как? У вас хостинги не пострадали после нашего вот этого? Ну, хостинги начали терять некоторые хостинги клиентов, и им пришлось улучшать свое качество. То есть мы даже и помогли, мы даже простимулировали рынок, развили его. Прекрасно. Если еще раз у вас есть мобильное наше приложение, мы о нем немножко ниже скажем, то вы сможете получать не email, что недостаточно неудобно, а получать пуш-уведомления на мобильное устройство. Соответственно, вы точно узнаете, в какой момент времени у вас сайт остановился, перестал работать, или то, что вам нужно продлить домен. Потому что email это все-таки не очень оперативная схема, не очень оперативная информация. Еще одним из интересных, из интересной особенности продукта нашего являются автоматические бэкапы. О бэкапах задумываются только в тот момент, когда сайт падает, или сайт роняют, или там хостинг падает, или еще что-то происходит, и тогда хватаются за голову. Вообще, бэкап работает полностью в автоматическом режиме. Мы сейчас про бэкап битрикс, да? Мы говорим про бэкап битрикс. Если у вас активная лицензия, они делаются автоматически на специальной странице. Вы можете задать расписание, когда делать этот бэкап. Он будет резервировать его в облако битрикс. Это очень удобно, просто и бесплатно. Он работает по расписанию и работает в самое менее нагруженное время вашего сайта. Вы можете установить такое время самостоятельное, которое считаете. Это обычно ночь, когда люди не приходят на ваш сайт. Ночь, должны только вы понимать, что она разная для разных сайтов, в зависимости от аудитории. В зависимости от страны, в которой вы работаете. Да, страны, в которой вы работаете. Она может отличаться от хостинга вашего сайта. Вы запускаете его в нужное время, и он делается в автоматическом режиме. Не дай бог, если что-то произойдет, вы всегда сможете зайти в облако, восстановить свой сайт. Соответственно, работа будет остановлена не очень много. Потому что делать бэкап самостоятельно руками или не руками достаточно тяжело. Нужно помнить об этом. Здесь все происходит полностью в автоматическом режиме. И вот мы говорили выше про мобильное приложение. Вот так оно выглядит. Кроме того, что оно получает пуш-уведомления о том, что ваш сервер не работает, или у вас закончился домен. Данное мобильное приложение позволяет вам поддерживать, что происходит у вас по заказам. Видеть, какие заказы у вас приходят, какие заказы вы получаете. Сам лично пользуюсь этим мобильным приложением на своем проекте. Хорошо, что у нас есть видео. Можно даже вживую посмотреть. Да, можно даже показать сейчас прямо в камеру. Мы называем его синее приложение. Да, Bitrix Admin. Вот такое вот приложение. Вот оно вживую. Я здесь вижу заказики. Не знаю, видно или нет. Чуть-чуть видно, да, заказики. Я вижу на нем заказики. Я получаю пуш-уведомления о том, что мне пришел заказ. Я вижу, какие заказы оплачены. Вот я вижу, что сегодня поступил 14172 заказ. В 9.56 его оплатили утро. Я вижу, что у Юры все хорошо с бизнесом. Все хорошо, колени с бизнесом идут на его телефоне. На моем телефоне. Я могу это отслеживать. Хотя занимается проектом другой, естественно, человек. О чем мы еще с вами сегодня поговорим? Мы поговорим о мобильных клиентах. Мы видели в начале нашей презентации, что аудитория смещается к мобильным устройствам. Их становится все больше и больше. И необходимо, чтобы ваш сайт был адаптивный. Он работал на разных устройствах. Что делает Битрикс для этого? Или вернее, что делают поисковые системы, чтобы заставить вас перейти на мобильные устройства? Прямо здесь вопросы в тему про адаптивный либо мобильный сайт. Коллеги, как раз прямо сейчас про это расскажем. Что лучше мобильное приложение либо адаптивное, либо адаптивное верно? На последней презентации, кстати, мы приглашали представителей Гугла. Они были со своего иностранного офиса, выступали у нас. Они выступали удаленно по интернету. Они как раз задавали им этот вопрос, а он ответил так, представитель Гугла. Он сказал, что им не очень нравится, когда делают отдельный мобильный сайт. Они считают, что это не совсем правильно. Они хорошо его ранжируют, они не занижают, как они говорят, но они считают, что это неправильно. Они считают, что правильно делать адаптивный дизайн. Что когда сайт единый, но внутри адаптивный дизайн разный. Я сейчас немножко расскажу дальше, как это делается для мобильных устройств и какие удобства есть. Но сейчас пока поговорим, что делает Гугл, чтобы заставить вас сделать переход. Они выпустили новую технологию 21 апреля этого года. Они запустили, разослали предупреждение о том, что если ваш сайт не будет поддерживать мобильные устройства, они его будут пессимизировать. Мы специально один из проектов, у нас есть тестовые проекты, на которых мы отслеживаем тенденции рынка. Мы на одном из проектов оставили этот проект, не переведя его на адаптивный режим. То есть мы проигнорировали предупреждение Гугла. И что же мы увидели? Этот сайт как раз есть на экране, вы можете видеть, вы можете на него зайти. Он до сих пор не поддерживает мобильную версию, он не проходит тест. А это вот гугловый тест как раз на экране, который проверяет. Вот он как раз так и будет написан, что слишком маленький шрифт, контент не по ширине экрана и так далее. И Гугл свое предупреждение не просто так высказал. То есть вы видите на экране историю этого сайта. Вы видите, что он неплохо рос в Яндексе и неплохо рос, ну вернее не рос, а как неплохо работал в Гугле и в Яндексе. С Гугла приходило более 400 человек больше, чем с Яндекса, а с Яндекса около 300. То после вот 21 числа, где-то примерно через полтора-два месяца, Гугл снял с него трафик. То есть он все ссылки, которые приводили на страницы, зааранжировал, пессимизировал. То есть они теперь где-то там на третьих-четвертых страницах. Соответственно, с Гугла трафика фактически на этот сайт нет. То есть все, с Гугла мы трафик потеряли. Через некоторое время мы где-то после релиза я попробую этот сайт перевести на адаптивный режим и посмотрим, вернется ли трафик. С Яндекса, кстати, трафик тоже начал падать. То есть они тоже вслед за Гуглом? Да, они вслед за Гуглом стали тоже ранжировать. Он, конечно, не падает вот в таком виде. Не было прям официальных предупреждений от Яндекса, пока такое только от Гугла. Но трафик начал падать. То есть если было на момент, когда все хорошо было с сайтом, было около 300 человек, то сейчас упало 200 с небольшим. То есть трафик сильно просел. Посмотрим, что будет, когда мы его вернем в адаптивный режим, вернется ли трафик с Гугла. Итак, адаптируйте свои сайты к мобильному рынку. Что подразумевается по адаптации? В продукте включен готовый шаблон адаптированного сайта, который вы можете использовать. Первое, с чего нужно начать, это изменить принцип создания вашего сайта. Теперь, когда вы думаете над сайтом, вам необходимо начинать думать над сайтом не с большой версии, как он будет выглядеть на большом компьютере, а думать с мобильной версией. Если вы обратите внимание, например, на дизайны Яндекса, последние их тенденции, они очень показательны в этом плане. У них все сайты выглядят на больших устройствах, немножко растянуто, что ли. То есть они как бы предполагают, что львиная доля людей, которые будут заходить на сайты, она будет пользоваться мобильным устройством. Поэтому там много воздуха, много лишнего пространства, которое вроде бы используется неэффективно. Но на самом деле вот эта неэффективность на мобильном устройстве выигрывает. То есть информации не так много, и она на мобильном устройстве хорошо читается. Поэтому, проектируя структуру вашего сайта, делайте и учитывайте потребности мобильных пользователей. Фактически, если вы партнер наш, а не просто конечный клиент, вы должны как партнер сделать это частью вашего производственного цикла. И многие партнеры так уже и делают. Я сказал выше, что в комплекте с продуктом мы поставляем готовый адаптивный дизайн интернет-магазина. Он полностью адаптивный. Вот он на экране. Вот так он выглядит на большой версии. Справа появился скриншот, как он выглядит на мобильной версии. Мы как бы вот скроллируем, видим, что он изменяется на мобильном телефоне. Какой плюс адаптивного дизайна? Кроме того, что вы можете уменьшать или увеличивать изображение, и оно будет подстраиваться под экран, вы можете скрывать ненужные блоки на мобильном и не на мобильном устройстве. Давайте посмотрим, как это действует вживую. Я вам небольшую демонстрацию приготовил. Заходим на сайт, который полностью поддерживает адаптивную версию. Вы, если можете заметить, тут огромные заголовки. Здесь большие заголовки, которые фактически на мобильном устройстве, если их отобразить, отобрасятся в 2-3 строки. Но это очень плохо. Я не знаю, сейчас работает это на экране компьютера, но по идее должно и на экране компьютера сработать. Сразу же автоматически. Да, сайт начинает адаптироваться, но самое главное, вы если заметите, заголовок изменился. То есть заголовок стал более коротким, подстроился под режим, то есть вот, ты помнишь, что был заголовок большой, он стал маленький. То есть он подставляется альтернативно заголовок. Да, заголовок меняется, то есть я скрываю заголовок один, показываю заголовок другой. Если посмотреть, здесь заголовок полный, это услуги съедобной печати, варианты съедобной печати, то если уменьшить этот сайт, он превращается в такой более лаконичный заказать съедобную печать. То есть, соответственно, вот это и есть подстройка под мобильное устройство. Вы убираете какую-то информацию, подменяете эту информацию. Вот здесь есть на каких-то страницах, сейчас откроем, попробуем открыть. Да, вот здесь есть баннер. Вот этот баннер, по идее, на мобильном устройстве должен исчезнуть. Да, баннер исчез. Ну, то есть, резюмируя, коллеги, вот ваши, резюмируя ответы на ваши вопросы, что стоит иметь адаптивный дизайн, либо мобильное приложение, то, знаете, мне все-таки кажется, что адаптивный дизайн иметь лучше, во всяком случае, проще это сделать сейчас с битриксом. Там проблема в чем? При использовании отдельного сайта вам придется полностью всю информацию дублировать. Вот как сейчас я дублирую фактически информацию по заголовкам на демонстрации. То есть, мне приходится создавать два вида заголовков с учетом открытия этого сайта на мобиле и с учетом открытия сайта на большом компьютере. Но если вы делаете адаптивный сайт, то вам нужно задуматься только над заголовками, причем только над большими. То делая отдельный сайт, вам придется весь контент туда дублировать. Соответственно, если вам нужно будет контент исправить или заменить, вам придется этот контент заново переписывать, что не очень хорошо в двух версиях. Там будет одна версия контента. Ненужные лишние блоки, можно скрыть, вот как происходит, когда я убираю лишние блоки, которые считаю, что на мобиле не очень важны. Либо этот блок можно показать совершенно в другом виде, с адаптированным полностью под мобилу. Как вообще это работает? Что нужно сделать для прохождения этого теста? Вот на экране видно, что мы запускаем тест на сайт 1SBitrix, и мы проходим, что он полностью поддерживает мобильное устройство. Нужно сделать адаптивную верстку сайта, либо мобильную версию сайта. В принципе, это допустимо. Включить объединение и сжатие JS и CSS. Ускорение сайта включить желательно. Перейти с JS вниз страницы и запустить тест. Если ваш сайт полностью поддерживает все хорошо, он будет у вас зелененький, как видно на скриншоте, и вы можете полностью работать. Давай. Вопрос. Где можно об этом почитать, есть ли какая-то документация, либо статьи? Спрашивает нас Игорь. Игорь, хороший вопрос. Ну вот на сайте Google, когда они проводят тесты, они сделали достаточно большой раздел, где они рассказывают, что нужно поправить. А про нас? А там есть ссылки даже на нас. Там они немножко даже говорят про нас. Они там немножко рассказывают, как это все делается. Но на самом деле, вот внутри продукта сильно делать ничего не нужно. Если вы используете наши стандартные компоненты, наши стандартные шаблоны, даже не наши, если шаблоны, то есть вот я фактически вот этот сайт, который демонстрируется на экране, он собран вручную из нашего шаблона готово. То есть я взял наш шаблон и его немножко изменил. Наш шаблон стандартный, он полностью адаптивный, он поддерживает технологию адаптивности. Мне нужно было просто немножко его изменить под свой дизайн. Но сами компоненты, сами внутренние компоненты, я стараюсь использовать битриксовые, но давайте зайдем в раздел для товаров побольше. То есть я использую стандартные битриксовые компоненты, они уже поддерживают неплохо адаптирование, умеют адаптироваться, умеют подстраиваться под экран. Мне ничего сильно-то и делать не пришлось. То есть я стараюсь прям полностью по максимуму использовать то, что дает битрикс, потому что я ленивый и экономичный, так скажем. Ну а мы как раз тебе предоставляем все необходимые этого средства. Продукт как раз-таки в моем лице как раз предоставляет мне эти средства. Ну давайте идем дальше, если нет вопросов. Что еще требуется в современных тенденциях, чтобы ваш сайт поддерживался и хорошо развивался? Это скорость, очень важный параметр или компонент, это скорость управления контентом. Постоянно это один из основных болезненных вопросов. Контента становится очень много, контент становится очень важным для вашего сайта. Выходит множество статей, множество информации, то есть стараются как можно больше детально расписать какую-то информацию на сайте. Соответственно, контент нужно готовить, красиво украшать и красиво предоставлять. Что в продукте сделано для этого? В нашем стандартном шаблоне, который поставляется бесплатно, в визуальном редакторе подготовлены специальные, так скажем, улучшения, которые дают возможность вам что-то сделать с текстом хорошо. Вот на экране мы видим, что я заказал текст для своего как раз проекта, заказал текст у копирайтеров. И я начинаю как бы разносить этот текст, работать с этим текстом, добавляю какую-то информацию, которую копирайтеры просто физически не могут добавить и пытаюсь сделать эту статью более красивой. Если она стандартно выглядит достаточно невзрачной, то используя вот эти вот новые возможности, я могу ее немножко сделать более красочной, более приятной для человека. Статья такая приобретает как бы такой вид, дополнительные, какие-то дополнительные улучшения. Все это возможно использовать обычному человеку, обычному, не копирайтеру, копирайтеру текста пишет контентщику, который работает на вашем сайте, или вам, если у вас небольшой проект. И вы можете делать ваш сайт более приятным для посетителя. Это делается достаточно просто при использовании нашего шаблона. Есть документация, как это сделать и на не нашем шаблоне, а отдельно, но тут уже нужно немножко больше разбираться, как работать с продуктом. Внутри мы даем в готовом виде для нашего шаблона. Вторым ключевым моментом в работе с контентом, работа с фотографиями. Это очень важно. Раньше фотографии обрабатывались в каких-то внешних редакторах. Фотографии сейчас сфотографированы нашими современными телефонами и современными фотоаппаратами огромные. Их нужно очень часто подрезать. Их нужно немножко сжимать, чтобы они были как можно меньше. Соответственно, вам нужно их подогнать, обрезать и так далее. Мы в продукте сделали небольшой такой простенький редактор. Мы сейчас тоже на ролике посмотрим, который умеет теперь быстро загружать большое количество фотографий. Вот я кидаю пять фотографий, они автоматически загружаются. И теперь я начинаю их как бы быстренько подрезать. Здесь подрезку я делаю ручную, но на самом деле, вот если вы выше посмотрите, там есть кадрирование. То есть я могу задать какие-то конкретные пресеты, которые штатные для моего шаблона. Я точно их знаю. И я могу очень быстро, выбрав кадрирование из пресетов, могу сразу же, не растягивая, вот так подрезать фотографию. Я здесь делаю достаточно грубо, но на самом деле можно будет какие-то надписи добавить, добавить какие-то интересные еще возможности. Немножко высветлить фотографию и так далее. То есть основные такие минимальные вещи, уменьшить, увеличить фотографию, сделать определенную ширину, высоту и так далее, можно будет очень быстро. Мы делали даже интересный тест, запускали, человек в фотошопе делал то же самое и мы делали то же самое на сайте и выиграл, к сожалению, человек, который пользовался не фотошопом. То есть выиграл ты. Ну не я, не я-то участвовал, я засекал время, скажем так. Тот, кто делал это в фотошопе, сделал это немножко медленнее. Ну понятно, почему медленнее, потому что эти фотографии, которые он подготовил, еще потом нужно было загрузить на сайт. А здесь вы сразу загружаете на сайт и сразу же их обрабатываете. Вот готовые фотографии, они загружены на сайт. Они здесь, конечно, на ролике достаточно грубо подрезаны, можно более качественно делать, но это достаточно делается быстро. То есть теперь вам не нужен никакой дополнительный редактор, чтобы делать какие-то вот такие изменения на сайте, связанные с фотографиями. То есть мы в продукте стараемся, чтобы ваше управление контентом было быстрым, несложным, чтобы это мог сделать контентчик. Вам не пришлось нанимать дополнительных дизайнеров или еще кого-то, кто обрабатывает фотографии. Тем самым вы экономите на расходах вашего интернет-бизнеса. И можете быстро подготовиться опять-таки к вашему высокому сезону. Быстро-быстро. Если вы привезли какой-то товар под Новый год и вам нужно быстро его вывести на сайт, вы можете это сделать самостоятельно, не используя какой-то там труд дополнительных людей. Юра, а есть вот эти новинки в версии «Малый бизнес»? Есть эти все новинки в версии «Малый бизнес», то есть и редактор есть в «Малом бизнесе», и управление вот этими как бы дополнительными фишками для редактора визуального оно есть. Но с визуальным редактором есть одно «но». Это работает только на нашем шаблоне. То есть если вы используете наш дефолтный шаблон, на нем это работает. Если вы хотите, чтобы это работало на вашем шаблоне, вам нужно три файла положить к себе. Есть документация, в которой написано какие-то три файла, вам нужно ее почитать. Вы можете эти три файла взять с нашего шаблона и положить к себе. Единственный минус, который здесь как бы работает, хотя это уже и не минус, шаблон желательно, чтобы был на Bootstrap ваш. Это специальный фреймворк, на котором очень часто делаются адаптивные сайты. Он самый распространенный фактически на рынке. Достаточно такой легкий для понимания фреймворк. И вот если вы точно знаете, что ваш сайт сделан на Bootstrap, вы можете попросить разработчиков просто взять наши стандартные украшения, положить к себе в нужное место, и они у вас появятся в визуальном редакторе. Слушай, а вот вопрос касательно картинок и нашей медиабиблиотеки. Будут ли какие-то у нас подвижки в плане доработки самой медиабиблиотеки? Да, мы планируем с техническим директором развития дальше медиабиблиотеки. Мы хотим объединить медиабиблиотеку с управлением контентом, чтобы можно было внутрь вставлять. Сейчас мы делаем это с ссылками. В виз-редакторе вообще тоже стало удобно работать с фотографиями, но неудобно хранить, нам кажется. Мы считаем, что хранение должно быть где-то рядышком с визуальным редактором, чтобы вы могли легко вставлять. Такие доработки планируются, скорее всего, на следующий релиз. Окей. Итак, ваш сайт работает, вы контролируете его работоспособность. И случился высокий сезон. И что дальше у нас? Вы контролируете его конверсию. Все у вас хорошо. Да, и правильно говорит Олег. Нежданно, негаданно, как снег. Обычно на голову пришел высокий сезон. То есть пришел какой-то праздник, пришла какая-то аудитория, вы сделали какую-то огромную рекламную кампанию, и к вам повалил народ. И ваш сайт стал на себя утягивать аудиторию. И тут конкуренты, любимые наши конкуренты, решили вас задедосить. К тому же сейчас это сделано достаточно просто. Есть целые биржи, если не ошибаюсь. Да, все верно. Ну, давай до биржи немножко дойдем. Давайте сначала разберемся, что такое DDoS. DDoS-атака – это распределенная атака на целевой сайт, в процессе которой генерируется огромное количество мусорных запросов. Что это понимается? Давайте простыми словами. Когда клиенты приходят на ваш сайт, они создают некую небольшую нагрузочку на ваш сайт. Когда таких клиентов мало, не очень много, ваш хостинг с этим прекрасно справляется. Но если одновременно таких обращений к вашему сайту будут десятки тысяч, то с высокой долей вероятности ваш сайт не выдержит и просто упадет. Соответственно, он не сможет продавать. Сейчас, правильно сказал Олег, есть куча бирж. Вот мы ради интереса ввели DDoS-цена в Яндекс. И нам вывалилась куча сайтов. Мы затерли здесь, к сожалению, цены и адреса сайтов. Но на самом деле нам вывалилась куча сайтов, которые там очень по низким ценам предлагают DDoS. Которые можно организовать на ваш сайт. И ваш сайт просто убить, чтобы в какой-то конкретный сезон ваша реклама не дала никаких эффектов. Вас просто убить, чтобы вы с рынка ушли. Что мы делаем в продукте, чтобы защитить? В продукте есть возможность получить защиту от DDoS для всех клиентов битрикса с активными ключами. 10 дней непрерывной защиты. Эта защита включается одноразово на 10 дней раз в год. Почему мы сделали такое? Это, скажем так, фактически деморежим. Но и не деморежим в частности. Если у вас огромный продукт, скорее всего, вы не будете ждать защиту от DDoS. Вы подключитесь к DDoS на постоянку. И вас будут постоянно контролировать, чтобы на вас не было атаки. Есть такая услуга у ребят. 10 дней вам будут на то, чтобы посмотреть, что вообще выдержит ли тот сервис, та компания, которая предоставляет нам услуги. Это делает не битрикс, это делает компания куратор. С которым мы в партнерских отношениях сотрудничаем по этому вопросу. Вы можете проверить в течение этих 10 дней, справится ли с нагрузкой, со стандартной хотя бы нагрузкой на ваш сайт. Не будет ли ухудшений по скорости работы, по нашему инструменту вы можете увидеть, ухудшилась ли скорость работы. Вы можете проконтролировать, вообще справится ли этот сервис. И дальше, когда будет необходимость в полном переключении, вы сможете на него переключиться. Если же у вас сайт маленький, то в принципе на небольшом проекте падение на сутки не такое прям проблемное, скажем так. Соответственно, когда на вас началась атака, а атака обычно очень незначительная, она может там длиться 3-5-7 дней. Больше редко кто делает, потому что там начнутся уже дополнительные расходы, а все-таки это деньги. И соответственно считают, что этого достаточно, чтобы ваш сайт вылетел. Вы успеете там в течение полдня, одного дня, если заявку заранее сделаете, подключиться к этому сервису, подключить защиту от ДДОСа и получить 10 дней защиты, которых вам 100% хватит, чтобы пережить атаку. И соответственно, если какой-то нехороший конкурент сделал на вас атаку, вы сможете от нее защититься. А слушай, а планируем мы еще с кем-то сотрудничать, кроме куратора? Ну мы считаем, что это все-таки не наш бизнес. Наша задача была показать, что такая атака возможна и показать, что есть способы защиты от нее как бы уйти и дать какую-то возможность попробовать это. То есть мы не планировали внутрь продукта встраивать. То есть из таких инструментов внутри продукта сделать достаточно сложно, потому что требуются определенные технические шаги. Но есть специальный раздел, есть специальная форма, на которой она видна на экране. Вы можете заполнить там данные своего сайта и получить вот эту защиту в течение 10 дней. Но всегда нужно помнить, что защита получается не мгновенно, вам нужно пройти неопределенный какой-то небольшой определенный цикл технический. Но фактически вам нужно переключить DNS на сайты, на DNS куратора. Если вы пользуетесь какими-то шустрыми системами предоставления DNS, как ПДД Яндекса, например, там переключение очень быстро, 3-4 минуты и ваш DNS будет отвечать с другого хостинга. Если вы пользуетесь чем-то другим, то там может быть до суток, пока все сервера поймут, что там произошли изменения. Ну и у Яндекса не все сервера сразу увидят, но большое количество людей. Итак, на рынке происходит взрывной рост интернет-торговли. Взрывной рост в деньгах. Мы видели, что количественно торговля не растет, но она очень сильно растет в деньгах. Если в 2012 году рост интернет-торговли составлял 1884 миллиарда рублей, то к 2017 году это составит 3686 рублей. Слушай, неужели ты сейчас про курс доллара опять вот говоришь? Нет, я говорю про миллиарды рублей без курса доллара. Вообще вот сейчас, насколько я знаю, на Валдай или где-то шел какой-то форум, на котором заявили, что у нас чуть ли там не 3% уже ВВП, что ли, интернет-рынок приносит. Ну то есть уже такой большой, ощутимая доля ВВП, которую приносит интернет-рынок. К чему мы это говорим? Что происходят какие-то вот эти вот пиковые всплески покупок, пиковые всплески нагрузки на ваш сайт, и вы должны выдержать эту нагрузку. Например, в 2013 году печально известный сайт Black Friday, он упал в сезон, то есть не выдержал нагрузки, причем это была не DDoS-атака. Это были нормальные реальные клиенты, которые пришли сделать покупки, они не смогли сделать покупку в этом магазине. Соответственно, вы должны как бы сделать так, чтобы ваш магазин выдержал эту нагрузку. Есть нагрузка от DDoS-атак, от которой нужно защищаться, про которую мы поговорили, но есть и просто скачки, вот эти всплески, рекламные всплески. Нагрузка защиты от клиента. Да, защита от клиента, с которой должен справиться. Но здесь уже не защита от клиента, а вы должны справиться с этой нагрузкой. Что делает продукт для такой защиты? Внутри продукта есть модуль управления масштабированием. Это такой графический модуль. И есть специальная виртуальная машина, или вернее не виртуальная машина, а окружение некое такое, которое дает возможность выдержать эту нагрузку. Что делает модуль управления масштабированием? Он достаточно просто дает вам возможность подключить дополнительные сервера и размазать нагрузку. Вы точно знаете, что вы сейчас, например, через три дня запустите какую-то огромную акцию, которая привлечет большое количество клиентов. И вы боитесь, что ваша нагрузка убьет ваш сайт. Вы можете временно подключить сервер на одну неделю, на один месяц. Сейчас многие хостинги предоставляют получение серверов на такой небольшой период. Вы можете его временно подключить, размазать вот эту нагрузку, выдержать эту нагрузку с помощью этого модуля и потом просто отключить. И то же самое вы можете делать в какие-то пиковые сезоны, это когда происходит 8 марта, новый год и так далее. Вы точно знаете, что произойдет нагрузка, вы боитесь, что у вас сайт будет медленно работать. Вы можете подключить сервера, размазать туда эту нагрузку, легко настроить это, а потом просто, когда это не нужно, просто убрать эти сервера, отключить их, соответственно, нагрузку эту снять. Модуль позволяет это сделать. Этот модуль поддерживается на нашей виртуальной машине, это машина 5x в данный момент. Я даже скажу, что мы буквально вчера выгрузили обновление, по-моему, 5.4.1, насколько я помню. Я уже даже накатил его себе, можно посмотреть, как она выглядит вживую. Ну давайте вот подключимся к моей виртуальной машине. Какой пароль? Какой пароль? Не помню. Прямо вот сейчас я не помню. Да, у меня уже 5.1.4 машина, я свеженько уже ее обновил. Вот так выглядит наша виртуальная машина в консоли, то есть к ней можно достаточно простенько подключиться, и все действия, которые вы можете сделать как графически, вы можете сделать в ней через консоль. Что делает виртуальная машина? Она дает вам возможность создавать сайты, она дает возможность управлять этими сайтами, она дает возможность подключать дополнительные сервера, масштабировать эти сервера, распределять нагрузку, перезагружать сервера, настраивать имейлы, устанавливать задания на крон и так далее. То есть она дает базовые, установить время. Вот это самая такая беда, очень многие говорят о том, что купил сервер за границей, и у меня почему-то прекращается рабочий день, 5 часов дня, хотя у меня, извините, 5 часов на дворе. Правильно он прекращается, потому что, скорее всего, сервер, где вы купили, время-то уже закончилось, и сутки закончились, и ваши заказы идут не по тому времени. Вы можете переключить там время на то время, которое вы используете, тоже внутри этой машины, это легко сделать. То есть она дает вам возможность проконтролировать все вот эти вещи. Кроме этого, она дает вам возможность контролировать нагрузку. В виде вот таких графических отчетов вы можете посмотреть, готова ли ваша система, выдержит ли она какую-то нагрузку, какая у вас есть нагрузка. Это подключение тоже происходит к этой виртуальной машине, и вы в таком графическом виде сможете посмотреть вот такие вот графики. Это сразу настроено, сразу встроено в эту виртуальную машину, вам ничего для этого делать не надо, вам нужно просто включить этот мониторинг, то есть через меню машины. В какой редакции-то? А это уже не зависит от редакции, неважно. На любой редакции вы можете использовать мою виртуальную машину. Причем, по секрету могу сказать, масштабирование это только в высоких редакциях. Начиная с бизнеса, насколько я помню. Нет, скорее всего, да, в бизнесе там кажется два сервера всего, в большом бизнесе четыре по умолчанию устроено. То есть можно до четырех серверов распределить. Но вообще виртуальную машину можно использовать с любой редакции. Вы можете поставить сайт на любой редакции. И по секрету могу сказать, что вы можете поставить его и на других платформах. То есть использовать под другие платформы. Наш сервер достаточно, наше вот это окружение достаточно хорошо настроено и дает хорошие скоростные показатели. Им легко достаточно управлять конфигурацией. Если все вот эти панели а-ля плеск и так далее, они платные, и когда вы берете на хостинге, вам предлагают на этом хостинге доплатить за эту виртуальную панель. Но это можно даже вживую посмотреть тоже, о чем я говорю. Сейчас я попробую это сделать. Это не реклама этого хостинга. Это просто этот хостинг использую я лично. Так, ну давайте зайдем в его панель управления. Вот, они предлагают установить дополнительные панели, и это стоит денег. Вот панель плеска у них 2610 рублей, параллельная, параллельская панелька, она у них 750 рублей. То есть за дополнительное удобство по управлению ребята предлагают все это делать за дополнительную плату. Наша машина делает это бесплатно. Вы можете через интерфейс, либо графический внутри нашей платформы, либо через текстовый интерфейс внутри, вот я как подключался к консоли, то есть вот через такой текстовый интерфейс. Вы можете это делать, в принципе, бесплатно. Единственное, что консольный интерфейс, он более полный, то есть он более детально может управлять машиной. Но у него есть минус, тут нет русского языка, к сожалению. И вам нужно хоть какое-то базовое знание английского иметь, хотя здесь, в принципе, слова такие несложные, мы старались использовать, но вам все равно какой-то уровень базового английского нужен, чтобы управлять машинами. Вот в данном случае на этой машине может быть не один, давайте выйдем, может быть не один сайт стоять, а может сайтов быть достаточно много. В данном случае раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тут твои сайты есть даже. То есть на этой машине стоят много сайтов, и машина, в принципе, справляется с большим количеством сайтов. Вы можете ими управлять, вы можете их настраивать, контролировать и так далее. То есть машинка позволяет делать такие элементарные вещи достаточно просто и эффективно. Что бы еще хотелось сказать про нашу машину и вообще про наш продукт? Мы провели нагрузочное тестирование, провели его для того, чтобы показать, что наша система может справляться. Провели его для чего? Предыдущее тестирование, которое мы делали, было в 2010 году. Оно было достаточно на слабых серверах проведено на тот момент. Сервера стоили очень дорого. Да хотя, если честно, вот этот сервер круче, чем мой, на котором сейчас у меня все стоит. А плачу я за него, извините, не пять тысяч рублей, а как вы могли видеть, сейчас я спалил вам цифру. Он там тысячу сто рублей стоит. Проводили его на редакции «Бизнес». И в тот момент, когда проводилось это тестирование, мы брали в каталог всего из 116 товаров. На тот момент это считался такой неплохой каталог. На данный момент каталоги стали огромными. И мы с компанией «Тесума» проводили тестирование. И проводили тестирование уже на каталоге в 100 тысяч элементов SQ. То есть мы брали огромный каталог. Мы брали сервера от 1 до 4. Мы получили фактически 3 результата нагрузочного тестирования. Сервера брались достаточно стандартные. Брался один сервер, и мы получили, что мы выдерживаем нагрузку при 14 миллионов просмотров страниц в сутки. Вот это высокий сезон. Вот это высокий сезон, да. Но эта нагрузка в сутки, она размазана как бы на сутки. Что за примечательное? Если вы подключаете наше масштабирование, то нагрузка у вас фактически размазывается линейно. То есть два сервера выдержали 23 миллиона хитов в сутки. То есть фактически в 2 раза больше. Чуть-чуть не дотянули мы до 2 раза больше. Если вы подключаете 4 сервера, тут конечно уже немножко не в 2 раза, но не в 4 раза увеличилось. Но все равно 46 миллионов хитов, 93 тысячи заказов выдержала система. Да, кстати, на одном сервере система выдержала в сутки 29 тысяч заказов. То есть я думаю, даже огромные сайты справятся на одном сервере с такой нагрузкой. Причем при этой нагрузке время отклика страницы, но здесь немножко хитро, тут композит отдал страницы. Страницы отдавались со скоростью 0,09 секунды. Соответственно, показатель немножко падал при росте нагрузки. Он тут упал до 0,04 на 4 серверной конфигурации. Но там, извините, 46 миллионов нагрузочка была. Это уже немало. С моим этого хватит, чтобы выдержать, коллеги, любой сезон. Итак, 15 миллионов просмотров в сутки на одном сервере, 23 миллиона на двух серверах и 46 миллионов на четырех серверах. Это к вопросу о том, когда вы задаете, а выдержит ли Bittrex нагрузку, которая придет на мой сайт. Ну, наверное, ответ как бы есть. Мы получили сертификаты. Нагрузочное тестирование делалось, естественно, не нашей компанией, а сторонней компанией. Мы им выдали просто наш продукт для тестирования. Они на своих серверах это все делали. Выдали нам сертификаты, которые подтверждают это. Эти сертификаты в оригинале вы можете получить в нашем головном офисе в Москве, если необходимо. И вам могут как копию сертификата выдать, чтобы вы могли при работе с клиентами это все делать. На этом наша часть, я думаю, закончена. Я и так, если честно, аж уже столько не говорил давно. Замечательно ты все рассказал. Прямо действительно интересно. Я для себя тоже, опять-таки, много нового узнал. А сейчас мы подключаем нашего коллегу Свету Русову. Это руководитель учебного центра Б-странки, технический директор группы компаний Спайра. Сейчас я... Давай немножко на вопросики поотвечаем. Мы здесь вопросики поступили. Пока ты Свету будешь подключать, я поотвечаю. Сейчас я буду подключать, а Юра пока что почитает. Игорь задавал вопрос. Подскажите, что за ключ был при авторизации на демо-сайте? Это доп. предохранитель или вход в комплект поставки? На самом деле, это такая фишка, некая показа в Safari. То есть я заходил на сайт, на свой, кстати, сайт, это была не демо-версия. Заходил в Safari и в Safari вот так показывает авторизацию. То есть вот такой вот ответ. Ты у меня вопросы забрал? Да. Слушай, я забрал у тебя вопросы. Нет, ты забрал. У меня панельку забрал. А, все, вернул. Ага, хорошо. Так, ты будешь что-то показывать? Да, я чуть-чуть еще вопросики поотвечаю. Как справиться без мобильного приложения? Адаптивный сайт по мобильным устройствам поможет. Да, он поможет, но тут нужно понимать, для чего делается мобильное приложение. Мобильное приложение делается не для того, чтобы уйти от адаптивности сайта. Адаптивный сайт нужен по-любому. А мобильное приложение делается для тех сайтов или для тех интернет-магазинов, у которых есть повторные повторяемые продажи. То есть если вы торгуете пиццей, если вы торгуете доставкой еды, доставкой памперсов или еще какие-то товары, у которых есть цикл повторения, лучше сделать мобильное приложение. В нем можно более удобно сделать повторение заказов. Вы встаете на телефон клиента, тем самым привязываете клиента к себе. Он не ищет по интернету купить памперсы. А люди сейчас как делают? Они не пишут в интернете название вашего сайта, это утопия. Они делают заказать торт. Все. Если ваш сайт не на первом месте, как в данном случае мой, у вас ничего не закажут, скорее всего. Мой даже с карты здесь на первом месте. То есть старайтесь, чтобы ваш сайт как можно привязал вашего клиента максимально к вашей системе. И вот мобильное приложение, если его поставят клиенты, оно привяжет максимально клиента к вам. Ему не нужно будет идти в браузер, набирать какой-то сайт. Он реально зайдет в мобильное приложение и получит покупку, получите 100% вы. Но вы должны понимать, что мобильное приложение срабатывает только тогда, когда есть необходимость в повторяемости покупок. Потому что человек, покупая, например, микрофон, он явно не пойдет повторно его через неделю покупать и, естественно, не поставит ваше приложение. Так, все, Юра, времени у нас уже нет. Давай мы сейчас будем подключать Свету. Света, давай мы сделаем с тобой саундчек. Я вижу, что ты погасила микрофончик. Что-нибудь скажи. Ой. Все. Привет, слышно? Да, мы сейчас отключим микрофон, Света, ну и будем уже слушать тебя. Потом в конце мы зададим тебе какие-то вопросы. Ну, поехали. Хорошо, у меня только ощущение, что видно пока не мой экран, а вашу камеру по-прежнему. Можешь переключить? Так, коллеги, долго... Все хорошо. Так, видно сейчас экран, презентацию? Да. Ага, отлично. Итак, добрый день, коллеги. Меня зовут Светлана Русова, компания BestRank учебный центр и технический директор группы компании Spire. Мой доклад сегодня называется так, это оптимистично, все хорошо. Сейчас я разверну презентацию на полный экран. И поговорим немножко о том, как мы привлекаем новые контакты, как удерживаем те контакты, которые у нас уже есть. Ну и так, чтобы в процессе нам еще и не ночевать постоянно на работе. Итак, для начала о том, как привлечь новые контакты. Уже обсуждали довольно много вариантов, то есть это SEO-методы, да, это привлечение через какие-то рекламные кампании. Я хочу обратить внимание на те методы, которые на сегодняшний день используют пока не все сайты, не все магазины, потому что про SEO, про директ, про таргетированную вот именно контекстную рекламу знают уже все. И это, ну, в общем-то, наверное, нет ни единого проекта, да, коммерческого, конечно, в интернете, который не пользуется этими возможностями в разном сочетании. Что пока не так востребовано там, где еще, точнее даже не то, что не востребовано, не так широко используется, не так хорошо знакомо большим, ну, большинству владельцев сайтов. Это реклама в социальных сетях, это возможности таргетированной рекламы, и это методы имейл-маркетинга. Имейл-маркетинг, в общем-то, существует, ну, по сравнению там с соцсетями, с таргетированной рекламой гораздо дольше, но методы постоянно развиваются, совершенствуются, и это то, что сейчас работает очень хорошо. Буквально вчера слышала в одном из докладов, что интернет-магазин, достаточно крупный магазин мебели, готов платить до трех тысяч за получение имейла своего клиента, потенциального клиента. Это не тот, кто что-то купил, а тот, кто только более-менее заинтересован в их продукции. То есть три тысячи за получение имейла у них это отбивается, потому что дальше выстроенная система, и опять-таки из тех же докладов, да, есть информация, цифрами, кейсами делились коллеги, что порядка 50% вероятность того, что тот, кто оставил вам свой имейл, рано или поздно совершит такую покупку. Ну и дальше, в зависимости от суммы вашего среднего чека, от маржинальности ваших товаров, вы можете рассчитать, сколько вы готовы потратить на получение именно имейла. Это если мы говорим про имейл-маркетинг. Два других метода тесно между собой связаны. Это реклама в социальных сетях и таргетированная реклама. Что это такое? Многие считают, что реклама ВКонтакте, реклама на Facebook, это не работает. Но на самом деле неверное такое мнение. Реклама прекрасно работает, если ее правильно, корректно настраивать. Для того, чтобы ее корректно настроить, она должна быть максимально соответствовать вашей аудитории, вашим посетителям. То есть это тот случай, когда не работают те же приемы, которые работают для SEO. Когда мы берем страницу сайта и начинаем адаптировать ее максимально под какой-то, например, один запрос, не задумываясь о том, кто именно наш посетитель. И может быть из-за того, что мы привыкли работать со своим сайтом именно так, переключиться на социальные сети бывает тяжело. При работе в социальных сетях и при таргетированной рекламе, при настройке такой рекламы, мы должны идти от обратного. То есть мы представляем, кто наш клиент, и уже под него настраиваем страницу. То есть идем не в обратном, не от страницы сайта к клиенту, а от клиента, от его образа к странице сайта, что там должно быть. Это позволяет нам привлечь контакты на наш сайт гораздо дешевле. И то, что вот уже обсуждали, задавали вопрос, Юрий отвечал по поводу повторных контактов с клиентами, по поводу привлечения. Есть такая статистика, что если человек купил что-то в одном месте четыре раза, либо обратился к вам за какими-то услугами то же самое четыре раза, то после этого в его сознании ваша компания, ваш бренд уже неразрывно связана с этой услугой, с этими товарами. И вероятность того, что он уйдет куда-то в другое место за покупками, после четвертой покупки, там порядка, ну вероятность ухода, да, порядка 10%. То есть если вы сильно его не обидите, не натворите что-то такое, что там подорвет вашу репутацию, то, в общем-то, вероятность того, что он останется очень высока. Все остальные случаи, ну это опять-таки по исследованиям, все остальные случаи от таких отказов связаны, как правило, там с какими-то изменениями исходных параметров, либо больше не нужны эти товары, либо изменилось там какие-то условия, да, там переезды, еще что-то, то есть стали не так удобны ваши услуги. Во всех остальных случаях после четвертого раза, да, клиент становится ваш. И это к вопросу о том, кстати, о мобильных приложениях, почему так важно попасть клиенту в телефон, чтобы он стал, видел вас постоянно и заказывал у вас несколько раз. Итак, теперь немножко вернувшись, да, к тому, что есть на слайдах, чтобы привлечь контакт именно подешевле, да, сэкономить и устроить за небольшие деньги себе вот такой всплеск аудитории, высокий сезон, хотя бы локально на своем сайте, даже если у конкурентов сезон пока не такой высокий. Важно понимать и хорошо знать свою аудиторию. Для этого вы можете построить ее портрет, то есть, ну, есть разные термины, да, и прототип, и аватар, и профиль, и образ, и как только это ни называется. Но смысл в том, что вы берете какого-то своего клиента, вот прям живого, реального, которого вы знаете, и описываете его максимально подробно. То есть, как зовут, сколько лет, есть дети, нет детей, чем интересуются, там, в семье, ну, в смысле, есть семья, да, состоит в браке, не состоит, там, домашние животные. Ну, то есть, максимум той информации, чтобы вы могли вот кому-то объяснить, как выглядит этот человек. Дальше все эти признаки формализуете, то есть, выбираете те, которые важны с точки зрения ваших товаров, ваших услуг, и те, которые менее важны. И на основании вот такого портрета начинаете понимать, что, например, да, вы прописали вот такой вот портрет и поняли, что ваш клиент – это вот мужчина такого-то возраста, он читает такие-то журналы, он ездит на такой-то машине. И, скорее всего, что другие люди, да, которые читают тоже эти журналы такого же возраста, ездят на походах машинок, они тоже будут заинтересованы в ваших товарах. Именно через социальные сети мы получаем возможность строить и собирать вот такие портреты аудитории и делать свою рекламу максимально направленной именно на них. То есть, вы не показываете рекламу, ну, там, в случайном порядке, да, хаотично, и не выставляете, например, в рекламной кампании информацию, настройки, да, когда вы пишете там просто мужчины и женщины от 20 до 65, как это вот еще там буквально год назад встречалось прямо поголовно. И до сих пор иногда приходят проекты, когда спрашивают их про целевую аудиторию, ну, в лучшем случае отделяют мужчин от женщин, если это возможно, да, явно читается из тематики. Во всех остальных случаях мужчин и женщины 20-65. Это очень широкие границы. Получается, что вы как бы свою рекламу адресуете, ну, как в холостую, в пустую, таргетированная реклама, это по названию, да, таргет-цель, то есть целевая реклама, целенаправленная, поэтому чем точнее мы знаем свою аудиторию, тем лучше мы с ней разговариваем, тем точнее мы строим для нее информацию, и информацию, которую мы подаем в самом рекламном сообщении, в месседже нашем, и что мы показываем потом на странице. Соответственно, когда у нас есть вот такой портрет, когда мы нашли похожую группу, мы можем таргетировать рекламу на очень узкие группы пользователей и показывать рекламу по ним, именно по этим вот таким уже суженным группам пользователей. Для примера, да, есть у нас один из кейсов, когда нам нужно было найти группу, ну, как группу, нужно было построить аудиторию для рекламной кампании, пункта по приему металлолома, да, и пытались понять, кто, да, те люди, кто может сдавать металлолом, причем там нужно было, чтобы сдавали, ну, как, не в единичных случаях там какую-то сковородку отнесли, а именно, чтобы такое, то есть как понять повторяющиеся. И поняли, что скорее всего те, у кого вот возникают такие, там, это компании, которые занимаются, например, демонтажом там ванн, еще чего-то, да, и мы поняли, во-первых, да, пересечение аудиторий, то есть это со строительными бригадами. Отдельно поняли, что это скорее всего будут люди, которые заказывают спецтехнику для доставки, для перевозки этого металла, там есть свои специальные манипуляторы и так далее, вот, и стали через контакт искать людей, которые подписаны на соответствующие группы. Ну, например, вот эти манипуляторы, да, погрузчики-перевозчики, у них есть своя группа, которая рекламируется, в которой они рекламируют свои услуги, и у этой группы есть подписчики. То есть запустите в свою рекламу, да, ну, конечно, не так напрямую, то есть там сделали таргетинг на стройку по городу, по каким-то еще признакам, да, то, что у нас также дополнительно какая была информация, мы получили очень узкую группу пользователей, только тех, кто заинтересован в нашей рекламе. И, соответственно, потратив небольшой, достаточно скромный бюджет, мы вытащили, ну, в общем, именно очень целевые контакты. В итоге у нас на наш сайт происходит переход именно тех клиентов, которые заинтересованы в нашей продукции. Ну, в нашем, в данном случае, наших заказчиков, но тем не менее, да, то есть это, получается, самые прямые, самые горячие такие заинтересованные клиенты. Здесь у меня еще как один из пунктов, да, есть такой параметр работы с ресурсами конкурентов, и это как раз один из методов, как еще мы можем привлекать свои контакты. Нет, конечно, мы не ходим просто и не спамим по группам конкурентов, ну, во-первых, это неэффективно, во-вторых, это портит карму, ну, можно наоборот, сначала портит карму, потом неэффективно, тут уже нюансы, да, кому как больше нравится. Но что можно сделать? Если мы берем, например, группу конкурентов, которые собирают свою аудиторию в контакте, либо у них на сайте есть авторизация через контакт, либо еще что-то, при помощи настройки рекламной кампании мы можем показывать свои баннеры для этих групп. Ну, аналог в директе, да, это когда мы даем рекламное объявление, используя, например, название там чьих, ну, каких-то других брендов. Это достаточно такой распространенный прием, но в контакте работает, получается, немножко более тонко, и мы можем потихоньку, то есть показывать, как аналогичный свой баннер, да, когда человек находится, например, в сети ВКонтакте, он является участником какой-то группы наших прямых конкурентов, мы им показываем свой баннер и просто ненавязчиво намекаем, что те же самые услуги можно получить и в другом месте. Есть еще несколько вариантов, да, что можно тоже делать вот с такими конкурентными группами ресурсами, как с этим можно работать, и это как раз, в общем-то, сейчас, если понаблюдать, ну, это можно увлечься тема целого отдельного доклада, такие, как вот уже баннерные интересные войны, и что происходит, когда маркетологи двух брендов начинают между собой общаться вот через рекламные каналы. Немножко пока на странице, да, получается, так чуть-чуть прорекламирую сервис, при помощи которого удобно производить все эти настройки. Есть такой сервис Церебра, он адаптирован именно на контакт, на рекламу ВКонтакте, поэтому посмотрите, если кому-то это актуально. Ну и, соответственно, да, там достаточно интересно и сами по возможностям, у нас можно проходить обучение по работе с этим сервисом, если кому-то это важно, да, можно прислать вопрос, я тогда подскажу. Вот, но в целом, да, можно разобраться и самостоятельно. Итак, когда мы привлекли большую аудиторию на свой сайт, либо не очень большую, но очень заинтересованную, то у нас возникает следующий вопрос, как же ее удержать на сайте. И вот здесь я постоянно в последнее время сталкиваюсь с тем, что сайт воспринимается как-то отдельно от работы всего остального бизнеса. Особенно если бизнес имеет какой-то еще бэк-офис, достаточно развернутый, то есть если это не классический интернет-магазин, где существенная часть работы связана именно с самим сайтом, да, а если бизнес в принципе оффлайновый и у него есть сайт, то сайт часто выпадает как-то из маркетинговых инструментов и выпадает из поля зрения, в общем-то, общей аналитики по компании. То есть сайт воспринимается вот так вот в целом как бы как интернет, и у нас там есть сайт, и вот какие-то у нас есть заказы, заявки из сайта. При этом не анализируются действия посетителей внутри сайта, то есть что же там происходит. А тут очень важный момент, что сайт это, в общем-то, тоже имеет свою воронку продаж, как интернет-магазин, так и любой сайт компании, да, у него при заходе посетителя на сайт, он попадает на какую-то одну страницу, а хотим мы, как правило, от него, чтобы он попал либо на какую-то другую страницу, либо совершил там какое-то определенное действие. И в наших силах выстроить такую воронку, когда мы будем видеть и отслеживать этапы, ну, и подталкивать нашего посетителя к следующему действию. Например, да, самый такой один из распространенных вариантов, могу рассказать по примеру сайта нашего учебного центра. Есть реклама, да, есть расписание на различных внешних ресурсах. Люди находят там, например, описание наших курсов, кликают на кнопку «Перейти там, записаться» и попадают либо на главную страницу сайта, либо на страницу с каким-то текстом про тот курс, который их заинтересовал. Дальше они могут выбрать нужную дату и зарегистрироваться на данный курс. Да, в принципе, вот на этом шаге работа с сайтом будет, ну, для пользователя будет завершена. Но вроде бы, казалось бы, там один-два шага, но на самом деле это уже можно строить воронку. То есть первый шаг – это общая воронка все, кто пришли на наш сайт. Дальше нам нужно их правильно перенаправить. То есть у нас должна быть легкая, понятная навигация, понятная информация на сайте. По возможности, если мы можем каким-то образом отследить, откуда у нас пришел посетитель, по какому запросу, то мы ему всячески помогаем и поотсказываем, то есть перенаправляем его на соответствующую страницу, показываем ему сразу, например, если он кликнул где-то зарегистрироваться, мы ищем, то есть мы знаем, что он уже готов именно зарегистрироваться, то мы его переадресуем на страницу поближе к форме регистрации и так далее. То есть мы уже можем отследить вот такие этапы воронки на своем сайте. Это первое, если так смотреть, первый этап – это заход на сайт, на главную страницу, второй этап – это переход на страницу с описанием курсов, третий – это выбор курса в расписании и четвертый – непосредственно регистрация. Вот даже на такое простое действие это четыре этапа воронки продаж. На каждом этапе мы можем делать свои какие-то действия для того, чтобы удержать посетителя и перевести его на следующий этап. И очень важно, анализируя свой сайт, выделить именно вот такие вот блоки, именно такие этапы. Это, наверное, вот азбука, да, это первое, то, что нужно сделать на своем проекте – это понять сценарий поведения посетителей, выявить вот эту воронку и, соответственно, сразу становится понятно, где, на каком шаге у нас кто куда теряется и что мы можем сделать, чтобы либо все-таки стимулировать к переходу на следующий шаг, либо хотя бы сократить потери. Но как пример сокращения потерь, да, это когда уходящего посетителю мы показываем какое-то сообщение, что только для вас, только сейчас какая-то там особая акция. Владимцы магазинов и ресурсов любых, да, интернетовских, как правило, немножко испорченная аудитория, и они говорят, что меня раздражают эти сообщения, я никогда ни на что такое не подписываюсь. Но, смотрите, здесь вопрос статистики, то есть если к вам на сайт пришло 100% посетителей и на следующий шаг у вас перешло, допустим, только 15%, а это еще неплохая конверсия, если 15% переходит на следующий уровень воронки, чаще всего этот процент меньше, то 85% от вас уйдут и забудут про ваш ресурс, ресурс, в общем-то, навсегда, да, мало шансов, что они останутся. Если же вы им в момент ухода показываете какое-то сообщение, предложение, ненавязчивое и действительно актуальное для них, то по статистике примерно еще 15% оставят вам свои какие-то контактные данные. Ну, мне кажется, есть смысл рискнуть и, в общем-то, потерпеть, да, там, со своей стороны какие-то неудобства, то, что лично вас это раздражает, для того, чтобы получить хотя бы контактные данные и еще 15% вашей аудитории. Это все-таки шанс в дальнейшем, да, наладить с ними какую-то коммуникацию и что-то им предложить, и сделка, возможно, все-таки состоится. То есть здесь важно продумать систему вот этих захватов на каждом шаге. И дальше, когда у нас продумана сама система, мы уже начинаем ее автоматизировать, вот эти удержания. Если сначала мы это делаем, там, допустим, ну, что я имею в виду подавтоматизировать, то есть собирать в какую-то единую систему, в единый механизм, да, все удержания. Простую форму всплывашку сделать несложно, это любой там программист, который работает с вашим сайтом, может сделать вам форму, которая будет появляться в момент ухода и предлагать там оставить имейл за какой-нибудь бонус, да, или еще что-то такое. Вот это, ну, элементарное. Первое, что стоит сделать, это вот какой-то такой захват. По сути, это еще не автоматизировано. Что имеется в виду подавтоматизацией? Когда мы можем поставить себе на сайт, как правило, это какие-то сервисы, не буду сейчас именно кого-то рекламировать, их достаточно много, можно поставить какой-то сервис, подключить, да, который предлагает настроить систему по событиям. То есть, например, если пользователь кликнул сюда, то мы показываем ему такое предложение. Если пользователь там находился на такой-то странице более пяти секунд, то мы ему показываем другое предложение. И мы при помощи вот этих вот событий, при помощи этих внешних сервисов систем можем автоматизировать именно процесс удержания пользователя и получения его контактов на нашем сайте. Ну и дальше, собственно, следующим этапом это сохранение всех контактных данных, всего, что мы получили. Методы удержания, да, я еще раз просто пробегусь очень вкратце, значит, что здесь. Сбор контактов на своем сайте, это любые формы, всплывашки, не всплывашки, формы обратной связи, запоминание контактов в момент, когда пользователь там начинает оформлять заказ, да, уже как только он вбил свой имейл, технически есть возможность его запомнить, и у вас уже будет какой-то его контакт, да, то есть будет возможность обратиться к пользователю позже. Дальше вы обязательно ставите на свой сайт специальный код от социальных сетей для того, чтобы собирать аудиторию посетителей своего сайта. И дальше те, кто были на вашем сайте, вы их можете догонять, да, на социальных сетях и напоминать о себе. То есть выстраиваете уже систему касаний, когда вы размещаете рекламу в социальных сетях, настраиваете имейл-маркетинг, настраиваете ретаргетинг, когда те, кто были на вашем сайте, да, вы продолжаете общение с ними уже после того, как с вашего сайта они ушли. То есть вот относительно методов удержания, это первое, сбор контактов и обработка их дальше внутри вашего сайта. Это использование каких-то автоматических сервисов для сбора, получения контактов. Ну, как правило, да, это уже следующий этап, когда мы автоматизируем систему удержания и можем собирать базу контактов. Следующий шаг, это мы собираем наших, ищем, пытаемся найти наших пользователей в социальных сетях и дальше выстраиваем систему касаний. То есть это опять-таки те же соцсети, это имейл-маркетинг и ретаргетинг. Ну, а теперь о самом интересном, то есть если все это делать, да, это очень большой объем работы и собрали мы контакты, мы их каким-то образом удерживаем, то есть выстраиваем систему касаний, начинаем писать им письма, начинаем что-то отправлять, но если брать даже небольшой проект, вот недавно готовила предложение для небольшого интернет-магазина, они торгуют митингами такими, ну, если знаете, такие длинные перчатки, ну, не обязательно длинные перчатки без пальцев. Вот, и у них, в общем-то, такая довольно узкая нишевая продукция, потому что там особая шерсть, особая вязка, то есть, ну, такие интересные дизайнерские вещи, не самые дешевые, и нам нужно было собрать для них аудиторию и выстроить эту рекламную кампанию. Так вот, даже под этот нишевый товар мы просто сразу нашли три основных аудитории. Дальше эти три аудитории, для того, чтобы работать с ними грамотно и качественно, у нас быстро разрослись на каждое, на 27 подгрупп, и для каждой подгруппы нужно было настроить серию песен, нужно было сделать свою рекламную кампанию в социальных сетях и так далее. Ну, не прямо уж так персонализировано свою большую рекламную кампанию, да, но под каждую аудиторию мы делали свои баннеры, свои рекламные объявления. Поэтому без автоматизации в данном случае, ну, вот, единственный вариант – это заночевать на работе и вообще оттуда не выходить. Вот, ну, для того, чтобы этого не происходило, мы стараемся автоматизировать всю эту систему. И первое, что мы делаем, это, конечно, автоматизируем систему захвата контактов на сайте. То есть, либо пишем свою, либо используем какой-то сервис для того, чтобы все контакты с сайта приходили, собирались у нас в единую базу. Дальше сохраняем полученные контакты в CRM-систему. Мы у себя пользуемся, да, Bitrix24 и, в общем-то, клиентам своим тоже рекомендуем. И, соответственно, у нас контакты погружаются в Bitrix24. Дальше мы работаем с ними там. Что мы делаем? Дальше мы настраиваем бизнес-процесс на обработку контакта. Да, бизнес-процессы могут быть совершенно разные, очень разные как по сложности, так и по своим целям, что должно происходить. Ну, и после того, как мы уже вступили во взаимодействие с контактом, мы, конечно, отслеживаем реакцию, то есть собираем обратную статистику, собираем фидбэк и корректируем свои шаги. Покажу на примере именно, как это работает на наших проектах, да. Вот, если брать по шагам, собираем контактные данные на сайте. Это скриншот с сайта нашей компании, да, обычная форма, которую посетитель заполняет. Буквально тут четыре поля. Мы собираем эту информацию. Дополнительно у нас установлен пиксель для того, чтобы мы запомнили этого посетителя через систему ВКонтакте и через Facebook. То есть дальше мы будем им собираем, дальше мы будем адресовать им еще свою рекламу уже и в социальных сетях. Первый шаг, то есть мы собрали контакты на сайте, посетитель заполнил форму ничего необычного, просто четыре поля. У нас после этого все контакты настроены так, что автоматически передаются в CRM BITREX24. Ну, сайт на BITREX и BITREX24, да, автоматизация, то есть это заложено уже программно, ничего опять-таки тут сверхсложного нет, все достаточно легко просто делается. BITREX24 у нас используется облачная, поэтому в бизнес-процессах тут есть свои нюансы, но тем не менее, вот у нас после того, как была заполнена веб-форма, автоматически создается BITREX24 и запускается соответствующий бизнес-процесс. Ну, как видим, здесь это минимальный бизнес-процесс, самый первый, который просто назначает ответственного, в зависимости от источника, откуда у нас приходит эта заявка, назначает ответственного и выставляет ответственному задачу. Помимо того, когда у лида уже есть ответственный, дальше есть, уже не буду это показывать, дальше есть статусы его обработки, мы пообщались с заказчиком, да, ну, мы в данном случае ответственный менеджер из отдела продаж, связался с заказчиком, что-то там они обсудили, проговорили, и в зависимости от того, каким договоренностям они пришли, наш менеджер по продажам может перевести этот же лид, уже конвертировать дальше в заявку, в сделку, в контакт и, соответственно, что еще важно. Это, кстати, тоже делается через бизнес-процесс, то есть по результатам общения менеджер просто выбирает один из вариантов, до чего они договорились, один из результатов разговора, и после этого происходит конвертация. И после этого для каждого клиента у нас автоматически, например, делается лендинг с коммерческим предложением. Это пример вот здесь сейчас у меня реального лендинга, да, реального коммерческого предложения. Я убрала контакты нашего клиента, не показываю чуть дальше, идет такой же красивый сделанный блок с ценами, там со всеми условиями, сроки, даты и возможность тут же оставить свой комментарий, да, как-то ответить на это коммерческое предложение. Что здесь важно? Формируется этот лендинг, да, это коммерческое предложение автоматически после того, как мы перевели по результатам разговора наш лид, да, в соответствующую сделку и выставили у сделки определенный статус, да, чтобы подготовить коммерческое предложение. Менеджер тут же заносит информацию по результатам разговора, формируется вот такое коммерческое предложение. Да, ну, не требуется, понятно, здесь каких-то ручных действий, что-то такое дополнительно создавать не нужно. То есть менеджер просто заполняет форму, да, все данные, ну, вот здесь на экране, если посмотреть сразу сверху кому, сюда вписывается имя клиента, новая версия интернет-магазина, да, вписывается доменное имя, там, где дорогому другу вписывается, опять-таки, адресат, компания, либо заказчик, да, там, телефон, имейл, и дальше везде, где можно, у нас все это получается очень персонализировано. Дополнительно, что мы еще получаем как бонус? Показывая этот лендинг, передавая его заказчику, заказчик, когда заходит, мы можем отследить его действия, так как это находится в онлайне, да, у нас установлен, естественно, ну, это размещено на нашем сайте, конечно, и мы видим, соответственно, реакцию пользователя сразу же на это коммерческое предложение, вплоть до того, что мы, опять-таки, можем отследить, кто заходил, да, у нас установлено, если сбор данных через контакт, и мы можем, опять-таки, показывать тем, кто просматривал наше коммерческое предложение, мы можем, там, через контакт, если они не вышли сами с нами на связь, там, через день, через два, начать показывать баннер с напоминанием, что вы запрашивали, там, коммерческое предложение, вот именно для вас, только сейчас, да, вы можете с ним, ну, там, напоминалка какая-то, что вы можете перейти, какие-нибудь особые условия, еще что-то такое. Самое ценное, все то же самое, конечно, можно делать вручную. Найти своего посетителя вручную, прописать какие-то для него данные, то есть сделать какие-то настройки рекламной кампании, запустить, отправить ему имейл, завести про него форму. Конечно, можно вручную, но тогда с вариантом не ночевать на работе мы, конечно, не справимся. Особенно если у нас действительно удалось настроить хорошо рекламную кампанию, а это, в общем-то, основа для всех наших действий, и у нас собирается большая аудитория именно заинтересованных пользователей, то тогда для нас очень важно, чтобы это все происходило именно в автоматическом режиме. И получается, что конечно, не все здесь штатное, но в принципе все это реализовано на родных механизмах для системы 1SBITREX, ну, то есть все это можно сделать вот таким образом. Привлекли посетителей на свой сайт при помощи различных систем, либо штатно-битриксной веб-аналитики, либо там с небольшими доработками, либо установив внешнюю какую-то систему, записали информацию о своих пользователях, удержали, получили их контакт, дальше передали это все в CRM-систему, при помощи бизнес-процессов обработали, менеджеры подключаются только там, где нужно думать головой, да, то есть позвонили клиенту, приняли решение, на какой этап его переключить, заполнили соответствующую форму, тут же был подготовлен вот такой лендинг, ссылка на лендинг отправлена заказчику, и дальше мы можем уже работать с этим заказчиком максимально персонально, да, и через социальные сети, и через любые другие доступные нам ресурсы. Вот, собственно, да, подводя, еще раз подводя такой итог, то есть что мы делаем сначала? Сначала мы создаем целенаправленную, таргетированную рекламу, да, ищем максимально точный портрет своей аудитории, привлекаем ее на свой ресурс, когда люди пришли уже на наш ресурс, основная наша задача, либо добиться от них целевого действия, если вдруг почему-то они не хотят, не готовы совершить пока это действие, получить их контакт, и дальше этот контакт автоматически уже обработать. Либо мы их записываем, подписываем на рассылку и настраиваем систему касаний, но либо, если все-таки вот заполнение веб-формы, да, как в том примере, который я сейчас демонстрирую, это целевое действие, то тогда мы им показываем уже прямо максимально обрабатываем с привлечением менеджера. У нас, сейчас вернусь чуть назад, да, вот на примере бизнес-процесса есть один из бизнес-процессов, который работает с других форм, там, где пользователи не выразили так явно своего желания что-то там пообщаться с нами, да, то есть это не форма обратной связи, а какая-нибудь, допустим, просто форма, там, оставьте свой email, да, либо еще что-то, то есть если мы смогли получить email каким-то другим способом, то запускается другой бизнес-процесс, он гораздо более разветвленный, и в нем, в частности, запускается серия писем, например, да, когда мы предлагаем там подписаться на нашу рассылку, отправляем, начинаем рассылать какие-то полезные материалы, знакомим с нашими сотрудниками, ну, там, отправляем какую-то соответствующую информацию, то есть выстраиваем именно систему касаний, создавая доверие к бренду, создавая доверие компании и постепенно подогревая клиента. И при этом у нас заодно получается, если мы смогли получить его идентификатор, да, например, из, ну, то есть не прямо увидеть, да, смогли понять, да, собрать его в какую-то особую группу, рекламную кампанию для социальной сети, то мы, соответственно, и в социальных сетях начинаем тоже потихоньку, понемногу о себе напоминать, то есть выстраивая именно такое долгосрочное общение с нашим заказчиком. Вот, ну, собственно, готова ответить на ваши вопросы, да, и что-то пояснить, что-то рассказать. Ой, Света, спасибо, было интересно, много информации. Вот есть у нас один вопрос, Юра, вопросик один есть. Клиенты спрашивают, как вы оцениваете бурный рост Инстаграма и то, что клиенты уходят в Инстаграм, насколько эффективна аудитория Инстаграма и можно ли заниматься, развивать ее? Они вот на днях запустили еще рекламу свою и вообще есть ли смысл выходить в Инстаграм? То есть раз мы как раз говорили про соцсети, про эффективность рекламы в соцсетях, Света, ваше видение. Да, ну, вообще, есть замечательный инструмент, которым охотно пользуются клиенты. Почему же туда к ним не прийти, тем более, что есть сейчас возможность там им еще, опять-таки, давать такую узкую настроенную рекламу. Да, прекрасно работает, если делать связку Инстаграма с ВКонтакте, прекрасно работают такие рекламные компании. Очень хорошо работают рекламные компании исключительно в Инстаграме, которые запускаются. Но это, как правило, больше на товары, на услуги это работает чуть хуже, чуть сложнее. На услуги там можно выстраивать именно рекламную компанию на уровне доверия, повышение лояльности к бренду и так далее, там на узнаваемость ваших логотипов, на узнаваемость ваших сотрудников, да, что тоже важно, повышение какой-то экспертности. А если у вас товары, то, ну, прям Инстаграм это очень здорово, и довольные покупатели, и просто презентовать там новые коллекции, предлагать какие-то особые условия, конкурсы и так далее, это прекрасно работает. Инстаграм очень хороший инструмент, просто, как большинство инструментов, его нужно правильно использовать. Выкладывать туда фотографии своего офиса просто так, это никому не будет сильно интересно. Но если вы начинаете туда размещать интересный, соответствующий данной сети контент, то да, оттуда приходят очень заинтересованные, очень хорошие контакты, хорошие клиенты. Поэтому, да, конечно. Еще один вопрос, Светлана. Есть такая еще одна социальная сеть Pinterest, она пока не очень сильно развита в России, и клиенты спрашивают, есть ли смысл попытаться застолбить там какое-то поле, или это пока неэффективно и неинтересно туда идти? Ну вот по этой подинтересу, к сожалению, не могу сказать, что вот у нас были какие-то взрывные кейсы, или что-то такое прям вот интересное оттуда. Действительно, она не очень актуальна в России. Единственное, у нас был более-менее интересный кейс, но там специфическая аудитория, мы привлекали дизайнеров на одно из мероприятий, вот, и вот дизайнеры, но они и так этой сеткой более-менее пользуются, то есть они ее и так хорошо знают, поэтому если ваша аудитория там есть, а есть аудитории, которые в этой сети присутствуют, то тогда да, вы с ними работаете. Во всех остальных случаях, ну, застолбить место, просто завести аккаунт, чтобы не заняли потом кто-нибудь более шустрый, скажем так, да, кто попробует его еще потом вам же перепродать, туда есть смысл. С другой стороны, ну вот рассчитывать на то, что оттуда придет прям большой поток, ну, пока не приходится, пока не очень. Понятно, спасибо, Светлана. И еще один вопросик, последний, наверное, мы будем задавать уже на этом. Скрипт, позвоните нам, часто возмущает клиента. Есть ли альтернатива для привлечения только формы обратной связи? Ну, то есть форма обратной связи – это единственная альтернатива, или есть что-то еще? Или вот скрипт, ну, какие альтернативы есть еще, кроме звонка и формы обратной связи? На самом деле скрипт, позвоните нам, возмущает клиента только когда он очень навязчивый. А в последнее время они навязчивые и есть. Они специально навязчивые. Да, они сейчас специально. Они, их нужно настраивать. Но, кстати, вот тоже буквально вчера, да, делились в магазине Е96, приводили как пример, что у них как раз, они не назвали какая именно компания, но скрипт обратного звонка снизил конверсию. Потому что товары, да, и было, вместо того, чтобы оформлять заказ через сайт, люди звонили в холл-центр, и не всегда это были вот именно такие готовые звонки с заказами. То есть много уходило на вопросы, и многие так заказ и не совершили. То есть не всегда это скрипты телефонного вот этих звонков, да, не всегда это хорошо, нужно смотреть, нужно тестировать. На сайте они раздражают, ну, как альтернатива для них, да, это онлайн-консультанты. Онлайн-консультанты к ним более-менее привыкли, это там, где мы пишем в чат. Вот, а они раздражают чуть меньше. Телефонный звонок, ну, кого-то раздражает, кого-то не очень. Поэтому тут нужно просто тестировать. У нас есть примеры заказчики там, где услуги, и услуги, которые люди хотели получить достаточно быстро, и им эти скрипты вот были именно в помощь. Это связано там с юридически, со срочными получениями каких-то документов и справок. Вот там этот скрипт был очень востребован. На каких-то других это скорее помощь отделу продаж, потому что этот скрипт, да, он там запоминает телефон, он помогает, как правило, они все предлагают как раз эту систему автоматизированной воронки, когда они стараются узнать клиента заранее, там, получить его мейл, получить его телефон. И вы, соответственно, видите там какую-то информацию в своем интерфейсе администратора, когда пользуетесь таким скриптом. Но это нужно все-таки смотреть. Это, да, это неоднозначный инструмент. Кроме формы обратной связи, что есть еще? Это вступление в группу. Это просто, когда вы ставите элементарный пиксель, да, который вам предоставляет система ВКонтакте для сбора ID-шников ваших пользователей, для того, чтобы вы могли дальше общаться с ними более персонально. Ну и всякие всплывающие окна с предложением, там, подпишитесь на нашу рассылку, мы, там, дадим вам за это какую-нибудь скидку при первом заказе, бесплатную доставку, еще что-то. Вот эти инструменты достаточно хорошо работают. Ну, тоже, как всегда, добывают перегибы, когда от этой рассылки, там, от этого окошка не знаешь, куда деться. Вот, но на самом деле при правильной грамотной настройке вот это тоже полезные инструменты. То есть подписка на предложение подписаться на рассылку, скрипт, прошу прощения, не скрипт, а пиксель, который собирает просто ID-шники пользователей, чтобы вы могли потом их догнать в социальных сетях. Ну и, соответственно, в некоторых областях очень хорошо работает вот этот обратный звонок. Там, где ваши услуги, если важно, по времени, если это горящие, да, либо пользователи могут заходить, допустим, с мобильных устройств, им важно получить прямо сейчас, то там это работает очень даже хорошо. Спасибо, Светлана, было интересно вас послушать. Мы с вами будем, наверное, прощаться, переключаемся на себя. Что? Что мы скрипт? Да, коллеги, давайте... Да, спасибо, Света. Давайте уже включим наши отбивочные слайды. Коллеги, мы завершаем наш вебинар, я прошу вас сейчас не уходить и поставить по десятибальной шкале, либо просто по знаку плюсику-минусику, понравился ли вам наш вебинар, был ли он вам полезен, смогли ли мы вам донести что-нибудь новое, интересное. Нужное. Да, и нужно, мы потом посмотрим и... Если у вас есть идея, вы можете зайти на наш сайт идей, я его постоянно просматриваю с нашим отделом. Мы стараемся оставлять комментарии под интересными идеями и, соответственно, их внедрять. Если вы посмотрите на сайте, там много внедренных идей, соответственно, сайт работает, прошу вас приходить туда и оставлять свои интересные идеи, если вы хотите, чтобы они были реализованы в продукте. Да, коллеги, большое спасибо, было хорошо, приятно, я сам узнал много интересной информации. Заходите к нам еще, увидимся как-нибудь попозже. А сейчас у нас релиз. Хорошего вам дня, хорошей недели, целуем, внимаем, Строкат и Волошин. Спасибо, было интересно, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.